Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня я хочу рассказать еще об одном продукте, который можно заказать по программе Теплодиджитал. А значит, если вы представитель НКО, то по значительно сниженной цене. Речь пойдет о приложении Box.com. Box — это облачный сервис, созданный для совместной работы с файлами. Давайте сделаем TryIt, и вы, собственно, поймете, что это. По программе Теплодиджитал распространяется лицензия на тарифный план Starter. Вот его и попробуем. В данном случае будем работать над реальной 14-дневной версией. По функционалу она ничем не отличается от платной версии, просто заканчивается через 14 дней. Видите, 13.50 за троих пользователей. Причем евро. В долларах это вообще 17.40. При этом выбрать меньше трех пользователей мы не можем. А значит, базовый тариф, который включает 100 гигабайт на диске и объем загружаемого файла не более 2 гигабайт обойдется вам в 13.50 евро в месяц. Это на троих. А на 10 человек это, соответственно, 45 евро в месяц. И 540 евро в год. Для коммерческой структуры цена приемлема. Для НКО? А для НКО есть Теплодиджитал. Бессрочная лицензия по программе Теплодиджитал на бокс обойдется вам в 6109 рублей. Это на десятерых пользователей. То есть как раз среднее НКО. И еще раз, бессрочно. То есть навсегда. О том, что такое Теплодиджитал я делал скринкаст, ссылку оставлю в описании. Ну собственно вот мы в аккаунте и тут у нас спрашивают, о чем мы больше всего беспокоимся. Ну в общем да. О том, чтобы наша совместная деятельность с коллегами была защищена. Чтобы я имел защищенный коннект на всех девайсах. И чтобы мог зайти в аккаунт откуда угодно. И как несложно догадаться, бокс ком решает все эти вопросы. Тут он предлагает пригласить кого-то к коллаборации. Сделаем это позже. И вот перед нами интерфейс. Ну понятно, что коль скоро это облачное хранилище, ничего сверхъестественного в интерфейсе тут быть не может. Тут кстати забавно, что хотя формально тут 14 дней триала, можно выполнить ряд заданий, стать не просто гуру в боксе, но получить еще и несколько дополнительных дней. Чем мы кстати и займемся. Они предлагают например создать папку ok new folder и название. Здесь можно предоставить доступ к папке по адресу email. Все. А вот папку создали и у нас еще плюс один день к триалу. Теперь давайте загрузим файл. Заработаем еще один день. А вот можно так. Ну то есть так было не совсем правильно. Нужно было нажать на открыть. Ну или просто через drag and drop. В принципе кроме папки мы можем создать здесь документы из комплекта Microsoft Office или Google Doc. Но для этого нужно иметь аккаунт в Microsoft или Google. Причем оплаченный. Это я про Google Suite. Если кто не знает, то что бесплатно есть в Google Drive можно взять платно в G Suite. И стоить это будет от 6 долларов в месяц. Поэтому я не думаю, что стоит пользоваться платными сторонними сервисами. А можно воспользоваться бесплатным встроенным, который тут называется Box Note. То есть заметки. Такой стандартный достаточно текстовый редактор с минимальным набором настроек по форматированию. Минимальным, но вполне достаточным для обычного документа. Причем тут есть даже несколько шаблонов типа для упрощения жизни. Вот такая вот история. Ну и всем этим естественно мы можем поделиться. По умолчанию здесь не стоит эта галочка. Это я уже поставил. Итак, мы можем призвать к коллаборации автора, назначив ему права. Либо включить открытый доступ. Тоже с правом либо посмотреть и скачать, либо просто посмотреть. Вот. В таком виде файл получит случайный прохожий. Так. Ну и что тут есть еще? Кстати, интерфейс достаточно простой. Говорить тут особо не о чем. Ах, ну да, конечно же. Тут есть синхронизация с десктопным компьютером. Скачали и установили. Тут все просто как в Google. И есть приложение для Android и iOS. Также скачали и установили. А у нас... А, нужно сказать еще о совместной работе, да. Итак, поделиться и пригласить пользователей. Вводите имейл, приглашаете пользователей. Напомню, что сейчас у нас на тарифе есть возможность пригласить до трех человек. Человек принимает приглашение. Ему нужно будет зарегистрироваться в системе, если он еще не. И вот мы уже вместе работаем над документом. Человек имеет учетную запись, типа индивидуальная. То есть он пока ни за что не платит. За него платите вы. У него тут 10 гигабайт на диске и максимальный файл для заливки в 250 мегабайт. А у меня тут, во-первых, появился соавтор в работе над документом. Я его тут вижу. И во-вторых, в коллаборатах у меня тут появился ВВЛОМов. То есть одно место из трех уже занято. Вот такое приложение. Не очень востребованное, я думаю, для личного использования. Но для организаций даже небольшой вопрос совместной работы в облаке, защищенном облаке. Вполне актуален. Все любите друг друга, используйте облачные технологии. В конце концов, если душа привыкнет к облакам, подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.